Всем привет, друзья! Вы спросите меня, как я оказался на зимнике на севере? На майне с прицепом? Да, я вам отвечу. Это дальнобой, ребята. Ставки на спорт! 1ХП! Большие выигрыши! 1ХП! Быстрые выплаты! 1ХП! Надежный пухмекер! 1ХП! 1ХП! Бухмекерская компания. Проехав 100 километров по зимнику, смотрим, обсматриваем автомобиль. Все ли у нас на месте? Ничто ли у нас не выпало? Это еще, кстати, хорошая дорога. Вот там, откуда я приехал, это вообще дорога смерти называется. Там вообще ужас, ребята. А еду я. Еду я, короче, из Москвы, в Онегу. Это Архангельская область, север Архангельска. Вот так вот лечу. Не жалея все рессоры, херачу, как говорится. Испытываем на прочность прицеп. Насколько это все, да, у нас выдержит это дело. Приехал я вот оттуда из Архангельска. Онега туда у нас. Сейчас я вам указатель. Пойдем посмотрим. Вот такая здесь дорожка, интересная. 150 километров гравия вот такого. Северодвинск, направо. Уна. Прямо. Уна не знаю, что это. В общем, лечу. А что делать? Работать надо. 18 тонн продуктов, плюс шампуни, плюс там всякое-всячно. В общем, все это везется в магазин. И будет загружаться завтра. А мне остается ехать, довезти весь товар в целости и сохранности. Так вот. Такой, ребята, дальнобой. Всем привет. А сейчас будет шок-контент. Я на Мане на Белом море. В общем, короче, сегодня идем купаться на Белое море. Выгрузились. Едем на загрузку. Это у нас Архангельская область. Вчера я вам снимал видео. По зимнику я ехал. По грунтовке. И сегодня пока еще солнце не село. Буду купаться. Расскажу вам ощущения от Белого моря. Кто не был, расскажу вам. А кто был, ну, тогда уж вы все знаете. В общем, все, я полетел. Видосик вам грузится. Все, давайте. Господа, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А я взял и рискнул. Море сейчас, конечно, не в плюс 30, не в плюс 25, как мы привыкли видеть море. У этого моря, наверное, градусов 15, ну, тире 18 градусов вода. Как видите, я искупался. Море классное, обалденное, закат, манчик стоит с прицепом. Все шикардос. В общем, все. Поехал, поехал дальше рулить. Такие ребята, мосты здесь в деревнях. Видите, деревянные. Сейчас вот еду я по деревянному мосту. Можно словить гвоздь, можно, я не знаю, мне кажется, провалиться. вот эта речка. Вы видите, да? Обалдеть. Хоть дерево тут и двойное, но тем не менее, страшновато ехать по нему. Такие здесь мосты. Вот такой, ребята, дороги извилистой, слишком плохой. Можно словом, кочек, ям. 17 километров, как говорят местные. Дальше пойдет дорога уже лучше. Она будет чуть ровнее, шире намного. И скорость там можно будет развивать чуть поскорее. Там будет более песок, а здесь более грунтовка прям такая твердая грунтовка. Плюс камни еще. Поэтому дорога моя складывается прелестным образом гоняет нелегковая митсубиси кольт переднеприводный. А впереди идет лесовоз. Вот сейчас посмотрим, как лесовоз у нас придет. На какой скорости проходит груженый он груженый идет. На какой скорости он идет. Прошел в принципе на той скорости, что иду и я. Слышно, как хрустит вся машина, гремит. Видите, здесь такие подъемы, спуски, повороты. Поэтому здесь не разогнаться. И местные говорят, что зимой здесь без цепей делать на грузовой машине нечего. Так как здесь бывает скользко и в гору, чтобы заехать, надо разогнаться. Если ты уж встал в гору, то без цепей делать нечего. Надо удерживать машину, иначе можно улететь. А если с прицепом, то тем более. Слышно у нас. Сейчас я иду пустой. Это я уже выгрузился в город Онега. С Онеги едем на Архангельск. Длина этого пути составляет 156 километров, если меня не ошибает память. именно до Архангельска, вот этой грунтовки, вот этого зимника северного. Идет он, проходит вдоль Белого моря, потом уже при Виконеге. А здесь у нас множество разных болот, рек, все такое. Я думаю, здесь можно даже и медведя встретить, застать его ночью врасплох или утром. Просто безумно все гремит, борта, гремят колеса, рессоры, да и все, ребят, тут гремит. Дорога вообще такая специфическая, на любителя, можно так сказать. Но, как известно, дальнобойщику, хорошему дальнобойщику, это не помеха, это не преграда, и он не боится таких трудностей даже зимой. Итак, господа, покидаю я город Архангельск, Северо-Адвинск я уже проехал. Хочу передать привет Сергею Смолину, тебе привет. Встречались мы с ним на Мане ездить на одиночке. Нормальный парень, адекватный. Увидел меня случайно, представляете, развернулся, ну там недалеко было, да, одогнал меня, вот, поболтали, постояли, потрещались за все дела, как бы, вообще, нормально, адекватно. Привет всем остальным парням, с кем не встретился, так что, с кем не получилось, с кем, кто не знал, что я здесь, бывает. В общем, я еду на загрузку в Володу или Ярославль, завтра будет известно, пока что я еду, с Архангельска, как назло, ничего нету, в общем, ладно. Архангельская объездная, Вологодское шоссе, навигатор мне показывает, еду пустой, 80, ну 80, 85, пойду на улице ветер, больше не буду ехать, чтобы расход был нормальный, с прицепом расход составляет примерно 25 литров, а туда я ехал с 18 тоннами, ребята, расход у меня составил общее, посчитал 34 литра на 100 километров, но он был меньше, он прибавился в тот момент, когда я ехал по грунтовой дороге, тем самым расход резко увеличился, и поэтому я просто общее, так было 30, а тут как-то стало на общее 34, но это в принципе нормальный расход, с нормальным весом, поэтому я считаю, что я считаю, что это нормально, если кто не прав, вернее, если кто имеет возражение, можете написать комментарии, я знаю, что мне надо делать, регулировать топливный насос, так как она у меня плохо едет, может быть потом она станет даже экономичней, поэтому, но пока нету времени и нету средств, чтобы делать насос, все это снимать и регулировать, это надо делать все вместе с форсунками, пока что еду, езжу так, наверное, в зиме будем заниматься топливной аппаратурой, с форсунками и подстрах форсунками до прорез до 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 Продолжение следует... 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 и я поехал на урал до загрузочка на урал было это у нас получается на челябинск поэтому поэтому сейчас посмотрим сколько нам 1700 ехать ёкало мэне ёкало мэне обалдеть так попробуем поехать по другой дороге не так как ведет нас навигатор все ребят отключаясь в общем по городу снимать не стану город ярославль я вам снимал что город хороший но сами понимаете дороги тут на высоте как и везде такой был завод на улице федоровская большая поэтому кто знает где был это круто кто не знает лучше не знать все давайте едем а а а а Продолжение следует...